Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо Максим Радайкин и Борис Марсенгеевич. Всем добрый день. Борис, вот не так давно в СМИ прошла информация, что международный тендер на строительство газопровода Палтик Пайп выиграла итальянская компания Сайпен. И опорным портом для его реализации выбран немецкий город Мукран. Можешь рассказать немного поподробнее про вообще этот газопровод и почему именно он состыкуется с Северным потоком-2? Ну, Северный поток-2 в качестве опорного порта использует тот же Мукран, поэтому они уже состыкованы изначально. Причем отдельная тема, что при проведении тендера польский заказчик, польско-датский консорциум, так скажем, не навязал порт либо на территории Польши, либо на территории Дании, но не поставили условия. Сайпен выбрал порт Мукран, но по совершенно логическим причинам. Сайпен часть Северного потока-2 в российских водах строил, ему все это знакомо. В порту Мукран отработана логистика, построены склады, ждать пока то же самое сделают поляки или дольщане, ни малейшего желания ни у кого нет. Следующий момент, тема проекта Балтик Пайп, она время от времени всплывает в наших СМИ, и когда, что меня всегда радует, когда проект рассказывает, говорят о строительстве морского газопровода от Дании до Польши. Совершенно замечательно. Кто составляет вот эти новостные сообщения, мне бы хотелось его честные глаза посмотреть, потому что на территории Дании газовых месторождений нет. Откуда, куда идет труба? Больше того, если не полениться и открыть официальный сайт Балтик Пайп ЕУ, то там, в общем-то, карты этого газопровода есть. Состоит он из пяти участков, начинается он вовсе не на берегу Балтийского моря. Что совершенно логично. Ближайшее место, где можно взять газ – это норвежский сектор Северного моря. Соответственно, именно там начинается Балтик Пайп. Первая его часть – это от морских месторождений до территории Дании. Вторая часть – это через весь остров Зеландия до побережья Балтийского моря. Следующая часть – от берега Дании до берега Польши, причем поперек обоих северных потоков. И последняя часть – это по территории самой Польши, он заходит достаточно далеко. Поэтому, если мы говорим о Балтик Пайпе, то надо говорить о нем целиком. Мало того, известно, что на 35% этот проект финансируется из бюджета Европейского союза. Если помните о регламенте работы Европейской комиссии, финансировать подобного рода проекты она может только в том случае, если проект имеет региональное значение, а региональное значение он имеет только в том случае, если в нем участвует не менее трех стран. Дания и Польша. Первый раз идея о том, что норвежский, так скажем, газ можно привезти в Польшу возникла, по-моему, в 2007, что ли, году. На тот момент на территорию Дании для датских потребителей прокладывали небольшие морские газопроводы от месторождения до берега. И подкинули идею, давайте вот через Сюдане еще в Польшу. Когда посчитали экономику, задвинули в дальний угол, до той поры пока не настало время односторонних дискриминационных мер в отношении России. Это же модно сейчас. И поскольку польские политики сумели убедить Еврокомиссию, что этот проект будет конкурентом Газпрому, и тогда Польша сможет обходиться без газа, в котором находятся молекулы тоталитаризма и прочее, прочее. Не дай бог, лучше гореть начнет. Еврокомиссия задумалась о том, что надо было это каким-то образом профинансировать, но где взять третьего участника? Вот есть Дания, а есть Польша. Где взять третьего? И тогда возникла гениальная мысль, а мы освободим от зависимости от российского газа, заодно еще и северную соседку Польши. Замечательно во всех отношениях Литовскую республику нам только проложить газопровод дальше. Газопровод от территории Польши, территории Литвы, называется GEPL, газ интерконнектор полон к Литване. И там сейчас, что пульские политики много об этом говорят, что литовские политики об этом много говорят, мне больше всего понравилось. 28 февраля пошел репортаж из Литвы о том, что две трети газопровода GEPL проложены, технически проверены, то есть все места сварки, все проинспектировано, и до конца года мы в обязательном порядке это сделаем. До слез это нравится, потому что общая продолжительность GEPL составляет 508 километров, из них на территории Литвы 160 километров, одна треть. То есть правильно этот репортаж должен был звучать, как законченные две трети от одной трети. Но это некрасиво, лучше сразу говорить про две трети. Поляки на самом деле даже не занимаются строительством на своей территории. Польский кусочек поделили на две части, провели два тендера. Никто никуда не торопится, сейчас отдельно объясню почему. Дальше европейская мысль, она же в развитии, она же вот хорошо. Вот Литва. Дальше у нас начинается Прибалтика, которая зависит от России. И, значит, надо, а, там же лежат советские трубы, можно это использовать. То есть газ можно совершенно спокойно, взяв в норвежском секторе Северного моря, через Данию, через Польшу, через Литву, привезти в Латвию, через Латвию, до Эстонии. И с тем станет хорошо. То, что каждая страна захочет за транзит, неважно. Важно перестать зависеть от российского газа. Следующая, не менее, гениальная идея, она, ну, как бы, совершенно логичная. Расстояние через Финский залив между Эстонией и Финляндией порядка 70 километров. То есть вообще уже семечки, чем нам Финляндию еще и не подключили. То есть на самом деле, когда говорят о проекте Baltic Pipe, он состоит из самого Baltic Pipe, из пяти отдельных участков, из газопровода JPL, газ интерконнектор полон к Литвуане, дальше ничего не надо, дальше советские трубы, и все в порядке. И между Финляндией и Эстонией, Baltic Connector, вот там оно должно закончиться. Вот такой замечательный проект, меридиональный. Я достаточно часто, добрым словом, вспоминаю представителей нашего могучего правительства, но до уровня европейцев нам дойти тяжело, потому что, ну вот, газопровод здорового человека. Вот месторождение я повел трубу. Первое, что вот в этом меридиональном проекте было сделано, был построен газопровод между Эстонией и Финляндией. Ну да, пускай труба постоит, ну чем она кому мешает? Вот, причем этот проект, объединить газовые системы Эстонии и Финляндии, возник тоже достаточно давно. По-моему, 13-й год был еще до санкционный. И с этим проектом Европейская комиссия сначала пришла в Эстегаз, потом в финский форт. С предложением, давайте мы вот это сделаем. Дальше, ну я вот представляю, так себе диалог, чиновник из Брюсселя, и вот еще двое. Эстонский газовик и финский газовик. Он высказывает это предложение, те спрашивают, зачем? Чтобы не зависеть от России. Типа, друг другу ты газ где берешь? Сто процентов из России. И я сто процентов из России. Они поворачиваются к этому третьему, говорят, дверь вот там. На самом деле там, нет, сразу на дверь не указали. Сначала фортум, ну надо же проконсультироваться, насколько это экономически выгодно, деньги же вкладывать. Тогда это было оценено в 150 миллионов евро. Еврокомиссия соглашалась сдавать треть, ну как бы достаточно дорогое удовольствие. И проконсультировались они с одним из своих акционеров, название компании акционера «Газпром». То есть вопрос был задан, если мы проложим трубу между Финляндией и Эстонией, насколько мы станем от вас независимы. В «Газпроме», когда перестали смеяться, в течение года сочиняли ответ, ответ звучал приблизительно так. Это замечательный проект, это прекрасный, он обязательно окупится, но, к сожалению, есть небольшая проблема. Нет таких труб, которые смогут прослужить так долго, сколько будет идти время окупания инвестиций. Ну, 50 лет всего не успеет окупиться. Через пару лет в 2015 году, то есть уже после всех этих санкций, Еврокомиссия вновь вызвала эстонцев и финнов на переговоры. Мы пересмотрели проект, теперь он стоит, ну так, инфляция, дефляция, был 150, сейчас он стоит 260 миллионов, мы платим 70%. Эстонцы сказали, ага, теперь уже лучше, то есть денег не вкладываем. Что-то приобретаем. Актив получается. Сначала Еврокомиссия начала переговоры с Эстегазом. Эстегаз, я так понимаю, диалог провел коротенько. Вы помните, три года назад приходили, куда мы вас послали? Да. Мы – газовая компания. Если мы сейчас скажем, что мы вас любим, нас не поймут, поэтому идите туда же. Ушли. В Эстонии была подобрана новая компания, она занималась газораспределительными сетями, никогда газовых магистралей не вела, когда ей объяснили расклад поднимем, она сказала, что мы согласны. Фортум, который посмотрел на все происходящее, даже финские политики, посмотрев на то, как шли переговоры в Эстонии, они даже не пошли в Фортум, они просто создали новую компанию. С нуля. Все. Еще раз обратились к Газпрому. Стоит ли? Говорит, господа Фина, с учетом ваших гранитных грунтов, на вашей территории нет ни одного подземного хранилища газа. Вы с 70-х годов получаете газ из России, вы страна, которая реально зависит от трубы. Не было ни одной технической аварии, но у нас посидевших инженеров просто море разливанное. Вам эта труба, связывающая вас с Эстонией, дает возможность добраться до Латвии. Единственная крупная подземная хранилища газа, Нинчуканц, 2,3 миллиарда кубометров активного хранения, и вы впервые в своей истории получите, собственно, газовое хранилище, потому что с алтышами вы наверняка обо всем договоритесь. У финнов груз упал с души, они пошли договориться с Латвией, естественно, мы договорились. С 1 января 2020 года работает новый региональный газовый рынок в Евросоюзе в составе Финляндии, Эстонии и Латвии. О том, что есть там еще Литва с Польшей, литовский представитель на переговоры приехал, и как он потом прокомментировал в одном из литовских изданий, нам были предложены такие финансовые условия, что мы решили подождать. Не будем переводить это на русский, там абсцентная лексика возникает, куда его послали. Причина, почему так выглядят отношения мы же привыкли, что Балтийский путь, Прибалтийское единство, это существует только в газетах. Началось это еще в 2009 году, то есть вскоре после того, как Россия официально вышла из энергетической хартии Европы и договора к ней, тогда появились первые мысли, как бы придумать жизнь в Европе без российского газа. Не зависеть энергетически. В Риге собрались премьер-министры трех прибалтийских республик и расписали на троих, как они себя это видят. У Эстонии к этому времени были два кабеля электрических в Финляндию. Уже независимо, уже хорошо. У Латвии есть Инчуканс, это понятно. Будем получать СПГ, СПГ-терминал сделаем рядом с Инчуканцем, там расстояние от побережья Рижского залива до Инчуканца около 40 километров. Максимально удобно, то есть СПГ получили, регатификацию провели, залили дальше все, как обычно, потому что с советских времен распределительная сеть в полном порядке. Литва, чтобы не была обижена, кабель через море в Швецию электрические, и линии электропередач в Польшу. Все. Тройственный договор, Прибалтийская Антанта, печати поставили, разошлись. В четырнадцатом году дали Грибову Скайта президент Литвы объявляет, что, ну, разумеется, раз в три страны, понятно, что это региональный проект, понятно, что Еврокомиссия готова все это финансировать, вообще все хорошо. В четырнадцатом году Дали Грибову Скайта заказала, вернее, подписала договор с норвежской компанией, появился регистрационный плавучий терминал, Инденпенденс, независимость. Ну, все в лучших тонах. Да. Соответственно, вот еще со сонцами, что это было, а вот же независимость важнее. Хорошо, мы не участвуем. Литва, соответственно, явилась в Еврокомиссию, вот подписан договор аренды с норвежским судовладельцем 60 миллионов евро, дайте денег. Еврокомиссия. Кто участвует? Литва. Я. Вон. Хорошо. То есть 60 миллионов евро за аренду кораблика Литва платит ежегодно. Куда поставить? Порт Клайпеда. Газопровода между Клайпедой и Инчуканцем не было. Латыши готовы участвовать? Нет. Почему? Нам не надо, у нас все есть. 200 миллионов евро, и труба появилась. Вы будете у нас покупать Латыши и Солнце? Вот же настоящий газ с молекулами свободы. Цена какая? Нет. Охранить можно, да, на коммерческих основаниях. При этом надо отдать должное у эстонцев и Латыши память хорошая. Когда возникла возможность создать региональный газовый рынок, они им создали. На день сегодняшний работает Балтик Интерконнектор, и у них троих все в порядке, и у Газпрома тоже все хорошо, потому что, если раньше можно было рассматривать Латвию, Эстонию и Финляндию как трех отдельных потребителей, сейчас это один на большой, договоры долгосрочно еще действуют, и они втроем могут маневрировать, если можно в каком-то из договоров какую-то скидку выцеганить, они ее выцеганивают. Финляндия увеличила свою энергобезопасность за счет подземного хранилища газа. Литва с Польшей занимаются тем, чем занимаются. Почему? не торопятся со строительством GEPL по своей территории Польши? Раньше, чем будет построен Балтик Пайп, эта труба, в общем-то, никому не нужна. Почему торопятся литовцы? Понятно, получен кредит, его надо отрабатывать. Почему надо отдать должное, работать они умеют, несмотря на ту зиму, которая в Европе была, несмотря на пандемию, в календарном графике все в порядке. Почему не торопятся господа поляки? Со строительством даже морской части, этого Балтик Пайпа. Только что закончился тендер, Сайпен только начинает готовиться, заказывает трубы и так далее, все как положено. Прежде чем выходить на берег Палтийского моря, надо пройти остров Зеландия. Строительство газопровода было по территории Зеландии сразу было срочно, на месяц, должно было начаться. в 19-м году на месяц отложили, потому что дожди, потому что земля, которая была выкуплена под эту трассу, это узкая полоса, рядышком сельхозугодия, и было подозрение, что если по раскисшей земле будет кататься тяжелая техника, то передают капусту, морковку, в месяц отдохнули, но перспектива, да, подождали месяц, дожди не прекращались, строительство перенесено на полгода. Будем смотреть за погодой на острове Зеландия в этом году, то есть весь могучий проект Евросоюза, который строится задом наперед, не от месторождения к потребителям, а от потребителей в обратную сторону, пока завис. Почему на все это смотрит Газпром совершенно спокойно? Польская компания ПГНГ, отвечающая за добычу и импорт газа, на территории самой Польши тоже добыча идет, но не в тех объемах, которых им достаточно. У них денег не было настолько много, чтобы выкупить месторождение полностью, они выкупали акции в отдельных проектах, для того, чтобы насобирать газа столько, чтобы действительно с 22 года, когда заканчивается долгосрочный контракт с Газпромом, до 10 миллиардов кубометров Польша получала российского газа, мощность морской части тоже 10 миллиардов кубометров, она выкупала доли с тем, чтобы забирать процентами. Что это означает для России и для Норвегии? Норвегия поставщик трубопроводного газа в Европу. В течение последних, наверное, уже десятка лет объем добычи не растет. Старые месторождения вырабатываются, новые слишком маленькие, то есть, они в районе нуля болтаются. Если поляки уволят газ к себе, значит, какие-то европейские потребители норвежский газ не потребляют. Кто удовлетворяет европейских потребителей? То есть, Газпрому все равно куда продавать? Называется это Польша, будет называться какой-то другие от переменной мест слагаемых не изменится ничего. Так называемый словацкий газ и счастлива? Да. То есть, для Газпрому не изменится вообще ничего. То есть, не будем поставлять в Польшу, будем поставлять туда, куда из-за Польши не пришел газ. И еще один маленький нюанс, кроме бельгийской капусточки и дождичков, проекта акции понавыкуплены, но на 2023 год по оценкам руководства самого ПГНГ, все, что он может в эту трубу поставить 2,3 миллиарда кубометров. То есть, если не продлевать контракт с Газпромом, по которому получали 10 миллиардов, Газпром наблюдает. Ему интересно, чем все это закончится. При этом, еще на что стоит обратить внимание, да, действительно, годовая мощность морской части Балтик Пайп 10 миллиардов кубометров в год была проведена процедура Open Season, новый кто сколько может бронировать. Конкурс в одно лицо выиграла компания ПГНГ, но забронировано 85% мощности. То есть, расклад там выглядит следующим образом. В соответствии с тем, что выиграно ПГНГ, если у нее каким-то образом все изменится в Северном море, сможет поставить 80,5 миллиардов кубометров газа на свою территорию, но для того, чтобы инвестиции, сделанные европейской комиссией, окупались, газ надо протолкнуть до Литвы как минимум. Мощность газопровода GPL, газинтерконнектор полонатлетония 2,5 миллиарда кубометров. 80,5 минус 2,5 6. На день сегодняшнего годовое потребление в Польше порядка 20 миллиардов кубометров, 5 она добывает на своей территории, 5 это мощность регистрационного терминала в Свино-Уйце, 10 она получала от Газпрома. По оценкам Газсистем, это газотранспортная компания самой Польши, на 2023 год спрос вырастет до 23-24 миллиардов кубометров газа. Где будет Польша брать газ, как она его будет брать, как у нее пройдут переговоры с Газпромом, посмотрим. Действующий сейчас долгосрочный контракт заканчивается в декабре 2022 года. Так что за этой польской мазуркой мы будем наблюдать через год, как это будет выглядеть. Спрос растет из Северного моря столько, сколько получают из России не получить, и тут еще бельгийская капусточка, как у нас с дождиками в этом году, пока сказать сложно. Если опять пойдут дождики, подождем с трубой еще немного. Ну, строители Северного морского потока смотрят на это, утирая слезы умиления. От сложности задачи. Задача сложная, но больше всего, конечно, довольны Финляндия, Эстония, Польша. За европейский счет им прокинули морской газопровод, у них региональный рыночек есть, с Газпромом обо всем договорились, а что делают южные соседи, как у них там на острове Зеландия, как у них там еще что-то, они готовы подождать. И без вас хорошо, у нас так все сложилось. Ну, и, конечно, пожелание удачи польским литовским газовых делом мастеров, пусть они дойдут до границы с Польшей в обязательном порядке, по плану в конце этого года они должны выйти, там осталось всего 60 километров, для чего они отстроят трубу именно 31 декабря 21 года, сказать сложно, но труба будет положена, вот в этом сомневаться не приходится, но не будет в ней газ, но труба-то хорошая. Деньги освоены в бюджет, уплачена, зарплаты получены, рабочие места были, все замечали, если это действительно удастся, это будет самая загадочная труба, по территории Литвы ляжет труба. Ну, да, даже российские технологии тут немного опаздывают. То есть не подсоединенные ни к чему, газа в ней нет, но труба есть, и компрессорная станция установлена, все есть, только газа нет, а так все хорошо, но пройдет пару лет, может быть. Всего лишь одного составляющего, не хватает установки? Так, проект отличный. Вот так это выглядит на день сегодняшний, и в открытых источниках, пока нет информации, согласован ли у датского польского концерна, вопрос пересечения двух северных потоков. Там реально лежат трубы, поперек которых должен пройти Балтик Пайп, как это делать через технические, сколько там нужно будет насыпать гальки, чтобы пройти, видимо, поверх, но не снизу копать. Согласовывать это предстоит с двумя швейцарскими компаниями, одна называется Нордстрим АГ, контрольный пакет принадлежит Газпрому, вторая швейцарская компания называется Нордстрим 2 АГ, сто процентов акса, принадлежит Газпрому, с которым, как известно, по ГНГ не хочет подписывать новый договор. Будем наблюдать. Согласись, не скучно. И интересно. Вот так на самом деле выглядит дружная европейская семья. Ну, на этой позитивной ноте. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм, там есть определенные эксклюзивные материалы, готовимся к стриму, пишите комментарии, они очень помогают в продвижении роликов, ну, прям взаимосвязь налицо, поэтому посмотрели, обязательно напишите комментарий. А то у нас есть разброс роликов от 7 тысяч просмотров до 70. Нужно как-то повышать. Будем надеяться. Если будете завидовать прибалтийскому единству, европейскому единству, европейским ценностям, их умению проектировать крупные проекты, завидуйте молча. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok